Добрый день, добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой YouTube канал! И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Ну что, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать. Ну что, дорогие стрельцы, вот и наступил месяц ваших осознаний. Месяц осознаний ваших действий, действий за весь последующий год. То, что сделали, что внедрили, что получилось сделать, что сделать не получилось. Ваши истинные желания, цели, моменты реализации, глобальные, я бы так сказала, планы, планы мирового масштаба. Все то, что давно сидело вас, все то, что боялись показать наружу, все то, что боялись себе признать, в этом месяце придется таки понять. Придется проанализировать весь свой последний год, всю свою жизнь до этого момента. С каким багажом вы пришли, что вы вообще хотите в этой жизни, потому что в следующем месяце начинается как раз таки запуск ваших соляров. Месяц, когда начинается ваш новый астрономический год, да, то есть ваши дни рождения. Поэтому, дорогие стрельцы, сейчас в ноябре этого года вам необходимо подумать и проанализировать. Залезть в глубину себя, найти свои эмоциональные вихри, чтобы вы не разбирались, в чем вы, да, с чем вы не хотели иметь дело. То есть ваши цели, мечты, ваши страсти, да, все то, что составляет вашу внутреннюю мораль, вот это как раз таки необходимо найти и проанализировать. Да, потому что, напоминаю, грядут очень сложные времена, мы с вами хотим вписаться в эру водолея, мы туда идем, идем по чуть-чуть, медленно. Ну, потому что, просто говоря, они все готовы и, дорогие стрельцы, на вас у нас большая такая надежда. Почему? Потому что вы, дорогие стрельцы, у нас управляете той самой мудростью, тем самым международным развитием, отношением, взаимопониманием и контактами, которые, вот, которые необходимо внедрить в жизнь, которые необходимо заниматься, на котором необходимо жить, да. Да, то есть вот так вот, чтобы прям с бурлящим сердцем, вместо того, чтобы замыкаться в себе. Месяц перед днем рождения как раз таки говорит о том, что необходимо подводить итоги, подводить итоги и намечать новые планы, планы своей реализации. Реализовываться вы будете быстро, естественно, как огненный знак, у вас не будет большого запаса времени, у вас будет очень мало времени, очень мало действий необходимо будет предпринять, да, но сразу результативных, поэтому необходимо сразу зажигаться, как спичка, да. Интересно, закат уже, закат вот-вот как раз уже заходит, солнышко, да, к сожалению, я фокус, ну вот на солнышко, вот меня не видно, только солнышко, да, поэтому... Да, дорогие стрельцы, скажу, что месяц для вас будет сложноватым, особенно если вам 35-36 лет, если 37, так вообще сложненько, да, если вам 54-55-56, тогда эти года для вас будут сложноваты, потому что вам необходимо внедрять и действовать быстро, действовать сразу, не бояться и не волноваться. Если же вам 18-19 лет, то как раз-таки здесь нет ничего такого сложного, нет ничего такого плохого, я бы так сказал, да, просто кармические узлы направляют вас по жизни, и здесь действуйте по интуиции, по вашей внутренней мудрости, при выборе профессии, при выборе своего пути в жизни, кем вы хотите стать. И это на самом деле классно, когда вы прям глобально думаете о том, кем вы хотите стать, потому что стрельцы без вот этой мудрости, философии, без вот этой глобальной мысли не могут состояться как стрельцы в этой жизни, да. Что, дорогие стрельцы, для вас как раз-таки на ноябрь месяц? Для вас это месяц завершения старых проектов на работе, подсчет прибыли, то есть осознание тех моментов, где вы не доработали, в прямом смысле они доработали вы там, где вы ничего не сделали, то есть если вы просто распылились, если вы помечтали и ничего не сделали, не внедрили, тогда, конечно, да, подсчет прибыли будет так себе, да. Если же вы стрелец, который прям активный по жизни, и вы идете именно, не просто так что-то делаете по жизни, какие-то хаотичные движения непонятные, нет. Если вы тот стрелец, который прям идет и мыслит глобальными масштабами реализации, и вы идете, пусть даже медленно идете, то здесь, дорогие стрельцы, очень классно, потому что грядет 2024 год, год глобальных мировых осознаний, очень мощных событий, которые сложатся с нами в жизни, да, у всех. 2024 год високосно он затронет всех. Ваш же стрельцы он затронет очень сильно. И скажу, что действовать вам сейчас, именно сейчас, да, в ноябре будет начать сложновато, да, потому что как раз-таки недопрожитые эмоции прошлых лет будут возвращаться. Будут возвращаться любимые отношения или нелюбимые отношения, будут происходить события, которые случались с вами ранее, будут происходить и в работе, и в личной жизни, в дружественной сфере. Те события, которые происходили, вы не доделали, то есть появляются люди из прошлого, я бы так сказала, да, все просто потому, что необходимо будет сделать работу над ошибками в этих отношениях и пойти дальше. Работа над ошибками над собой, что вы сделали не так, где вы не доделали, где вы забили, где вы не захотели действовать, да, и пустили все на самотек. Вот здесь как раз-таки, вот здесь как раз-таки вам будет необходимо поработать именно душевно, душевно, эмоционально, с такой внутренней отдачей, да, и пройдя этот внутренний урок, вы сами заметите, как ваша жизнь начнет складываться совершенно другим образом, как будут, вы скажете, я снова поймал свою удачу, я снова стал везунчиком, да, как раз-таки вот эти эмоции снова к вам придут, вот эти осознания, и это на самом деле классно, когда к стрельцу приходят те самые внутренние фибры, когда он думает, ого, я опять с удачей, да, я опять с везением. Здесь не просто одно везение, здесь все зависит именно от ваших действий, что вы делаете, что вы внедряете. Захочется еще раз скажу, повыяснять отношения, попредъявлять претензии, но познайте, все предъявленные претензии, это претензии, которые вы в первую очередь адресовываете себе, не другому человеку, и все ваши вот эти претензии, да, это связано с вашей нереализованностью, только поэтому это вас накаляет, поэтому здесь особо не спорьте с окружающим, просто понимайте, отслеживайте, где вы не работали, почему вас это задевает, и что, что же вам такого хочется сделать в этой жизни для того, чтобы вот прям вот классно вот оно жилось, как вы хотите. Поэтому первая половина месяца с такими напряженными взаимоотношениями, захочется разорвать все связи, разорвать контакты, захочется поругаться, захочется уехать неизвестно куда для того, чтобы просто, для того, чтобы просто вот быть подальше от этого. Нет, на самом деле в этих переживаниях есть ваша точка опоры, на которую необходимо как раз-таки начать развитие. Вторая же половина месяца, вторая же половина месяца ближе к вашим дням рождения, да, то есть к 20 числам ноября, да, к 20 числам ноября как раз-таки будет прекрасная, прекрасная энергия для того, чтобы начать делать, действовать, мечтать, составлять планы, виш-листы, подводить итоги, что вы не сделали, что вы хотели сделать. То есть я бы так сказала немножко романтизировать, идеализировать можно, но также необходимо внедрять, потому что, еще расскажу, в первой половине месяца необходимо действовать, да, необходимо наметить план, нарисовать активность бурную, что вы хотите сделать, вот прям со всеми красками, со всеми тональностями, да, во второй половине месяца реализовать это будет проще, но если же в первой половине месяца вы составили большой жирный план, если же вы этого не сделали, то вы проведете остаток ноября в таком праздном состоянии, в таком состоянии я почти что у успеха, но успеха как бы нет, да, то есть вы будете идеализировать это, но так и не получите того, что хотите, поэтому внедрять и действовать необходимо, конечно, в первой половине ноября, ну или же в коридор затмения, если вы смотрите еще этот ролик в октябре, да, поэтому, дорогие стрельцы, не лежите на диване, не, вот, не создавайте себе моментов, которым вы потом будете разочаровываться. По работе, повторюсь, необходимо действовать, не оставлять на потом, сложно будет, сложно будет внедрять что-то новое, просто потому что энергия, как бы года вашего персонального, она заканчивается, да, уже не остается таких мощных физических сил для какой-то реализации, но еще есть внутренние, внутренние эмоции для того, чтобы что-то сделать, поэтому проведите глубинную работу над собой, над своими действиями, что вы сделали, что вы не сделали, подведите итоги своего прошлого года и всей своей жизни, да, для того, чтобы классно войти в 2024 год, да, он у нас будет високосный и он будет действенным, поэтому, дорогие стрельцы, месяц для вас в работе будет сложноватым, сложно будет построить что-то новое, да, просто потому что вы еще не разобрались со старым, поэтому качественная, я бы так сказала, уборка со всем старым, наведение там порядка, то есть качественное структурирование своих жизненных принципов, своих желаний, своих амбиций, то есть качественное построение партнерских отношений, оно вырулит вашу сферу рабочую, правильно, в то самое русло, которое вы хотите, чтобы оно было, да, то есть это я имею в виду правильно, поэтому здесь не волнуйтесь, здесь как раз таки действуйте по своей внутренней, внутренней интуиции, которая, дорогие стрельцы, у вас в этот месяц особо максимально будет работать, убирайте гордыню, не надо выпячивать ее на показ, не надо слишком на ней подвисать, убирайте гордыню и вытаскивайте интуицию, интуиция, внутреннее чутье поможет вам как раз таки понять, что именно вы хотите сделать, а что нет, будьте адекватны, не распыляйтесь и в личных отношениях точно так же, потому что можете натворить дров, можете на фоне нестыковок в бизнесе, в работе, да, можете распыляться и пылить в личной жизни, то есть вот стрельцы, когда что-то не получается на работе, они начинают быть очень злыми дома, да, поэтому, дорогие стрельцы, понимайте, что любовная сфера отношений как раз таки не виновата, что у вас не ладится что-то на работе, да, если в этом месяце что-то не получается, не получается сейчас, оставьте это на декабрь, в декабре точно получится, забегая вперед, говори, что в декабре у вас будет гораздо лучше, чем ноябрь, поэтому, дорогие стрельцы, не портите отношения с близкими, не портите отношения с бизнес-партнерами, не портите отношения с друзьями, не надо вам здесь обнуляться, хоть и очень похочется, да, поэтому здесь, пожалуйста, повнимательнее, повнимательнее со всеми теми людьми, с кем вы общаетесь, с кем у вас классные отношения, вы можете все испортить, поэтому не пылите и не портите, да, оставьте себе время для того, чтобы провести свой день рождения, подвести итог для того, чтобы пойти дальше, потому что декабрь и 2024 год будут для вас очень активны и очень интересны. Дорогие стрельцы, это был гороскоп для вас на ноябрь этого года, будьте активны, будьте эмоционально приземленными, и тогда этот месяц для вас сложится очень продуктивно, не бойтесь подводить итоги, не бойтесь снимать с себя розовые очки и отвечать честно на свои же заданные вопросы. Я желаю вам продуктивного месяца, я желаю вам прекрасно подготовиться к своему дню рождения, и увидимся с вами в следующем видео.